Девушки отдыхают 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 Да, он поддерживал. И первый муж поддерживал, и второй второй поддерживал пока совсем. Не ревновали вас к профессии? Ну, в общем-то, да. То есть они сначала женились на статуэтке, на красавице. Им нравилось, да, что вы порхали по сцене, вам аплодировали, поклонники. А когда женились, хотели, чтобы на кухне, наверное, да? Ну, не столько на кухне, сколько просто театральная жизнь, она допоздна. Но скандалы случались именно на этой почве? Нет. Мне пришлось, когда у меня родилась вторая дочь, мне пришлось оставить сцену и переехать в город Волгоград, где я занялась педагогической деятельностью, потому что в Белисе жить было невозможно. Не очень хорошо, а слишком хорошо для меня. Скажите, а рождение детей как-то повлияло на вашу карьеру? Ну, да, потому что я изначально была солистка балета, после второго ребёнка я, в общем-то, не смогла быть где-то не на первых ролях, поэтому я решила, что я займусь воспитанием детей. Я обожаю историю Агриппины Вагановой, и я очень много читала о ней. Она же как балерина была, в общем-то, да, у неё были не очень хорошие данные, и отец её ведь был перс, как и у вас. Поэтому у неё только были, в отличие от вас, очень крупные черты лица, она не могла танцевать партии героинь-красавец. И она ведь тоже никогда не хотела детей, родила в результате троих детей, как и вы. И, ну, правда, случилось смутное время в стране, и поэтому она вынуждена была пойти на педагогическую деятельность. И она стала одной, не одной, а самой великой, да, ведь её труды, она же, у неё же был математический склад ума, и она математически всё это вычислила, оформила, да, и написала вот как раз книги по школе Вагановой, по которой сейчас работают все в училище, в общем-то, во всём мире, да. Обычные люди, как правило, говорят, нормально артикулируют. Артисты болеют от скромности своей, так как у них весь интеллект в ногах, они малоговорящие, и это вот очень заметно. А возраст от 40 до 60, я так поняла? Ну, в общем-то, да. И ухоженный, эрудированный, и со вкусом одеваться должен? Да, конечно. И доход от 200 тысяч, да? Ну, вы знаете, я как бы о материальных благах не могу говорить сейчас, потому что... Потому что вы на это богатая? Нет, я... меня не очень интересует материальный вопрос, потому что... Пенсионер подойдёт. Сейчас у нас, правда, пенсия маленькая, но ничего. Нет, я считаю, что человек, который... Вот, вы знаете, я у меня был, когда был с первым мужем, с отцом вот моей Тамары, у нас была в Тбилиси всё, и яхта, и машины, и квартира, и дом. То есть, что такое хорошая жизнь, вы знаете? Да, я знаю, что такое хорошая жизнь, но я знаю, что такое взять сумку и убежать с одной сумки, с одной детьми. Нет, нет, я имею в виду сейчас, вы про то-то не вспоминаете. Сейчас на одну пенсию. Мужчина, который пенсию... Нет, конечно, на одну... Нет, ну, конечно, на одну пенсию жить нельзя и никому. Мужчина, скажите, пожалуйста, сейчас для вас настали лихие времена или, наоборот, вы никогда так хорошо не жили, вот как сейчас? Вы в ладах с собой, у вас всё есть, вам осталось только отдыхать, путешествовать и наслаждаться своим прекрасным возрастом. Но вы знаете, у меня... Когда уже никому, в принципе, ничего не должны. Да, я сейчас никому ничего не должна, но у меня есть прекрасная любимая работа, я её очень люблю. Где, в каком городе? Меня пригласили в Краснодар, в театр Григоровича, в хореографическое училище, и я как бы вот уже один курс выпустила. У вас там служебная площадь? Да. Меня вообще зацепило, всё-таки в каком городе, в каком месте, на Кубани, в Краснодарском крае она живёт. Мне это интересно. Ну, я выучила детей, у меня три прекрасные девочки. Девочки устроенные, замужем? Все девочки замужем, да, они прекрасно устроены, у них хорошие профессии. В общем-то, можно сказать, что в семье у нас прекрасные отношения, я как бы такие подружеские. А девочки живут в Москве? Да. Все? Ну, вот младшая сейчас в Твери живёт, она вышла там замуж, прекрасный зять. Ну, это тоже, я считаю, уже сегодня подмосковник. Да, поэтому... И когда вы приезжаете, вы останавливаетесь? Я здесь часто бываю, потому что педагогическая деятельность, она зимой каникулы, там, осенью, весной, летом два месяца у нас, поэтому полгода здесь, полгода там как-то вот так. Она человек с тайной. Да, да. С тайной. А когда тайна присутствует, то это есть, так сказать, вот тот монок, который хочется познать, хочется влезть в эту тайну. Я, знаете, хочу сказать, у вас прекрасная профессия, потому что для неё не существует возраст. Да. Вы чем старше будете становиться, тем вы будете более ценным работником, потому что опыт. А старше ты имеешь в виду, что значит старше? Возраст. Возраст. Нет, чем старее она будет становиться. Старше чего? Вот девочки будут старше, сейчас им 20, старше 30. Ну, я бы по отношению к Джулетте по поводу старее даже бы не произвела. А почему другим нельзя? Значит, к ней нельзя, а другим можно. Потому что когда сидят бабушки беззубые в 56 лет с внуками расплывшиеся, я бы так отношусь. Когда сидит совершенно потрясающе... А, ну это твоё личное восприятие. Моё личное восприятие. Когда сидит очень ухоженная, необыкновенно стройная, красивая, с такой биографией востребованная женщина, то у меня язык не поворачивается сказать «старее». Пенсионерка всё ещё Джульетта. Ты же не можешь сказать, например, по поводу Тамару, чем старее она будет, правда? Чем внутри, попробуй. Потому что человек мало спал, много работал, много читал, образовывал себя для того, чтобы сегодня быть вот такой статусный. Всё-таки ваш мужчина, как я понимаю, по возрасту будет старше вас. Соответственно, он будет болеть. Вы готовы за ним ухаживать? Почему? Быть нянькой, делать укукак, сидеть в больнице наверняка, он может выйти. А врачи и медсёстры все умерли? Вымерли? А тратить деньги на его лекарства. А он придёт к ней нищим? Лариса, ну тогда и сватай сама. В конце концов. Роза. Такие слова говорили, что нет у нас старости никакой. У нас одна молодость. А, кстати, вы официально хотите жениться? Все вот эти вот гостевые граждане, я не понимаю, что это такое. Вы же там будете ставить паспорт? Это уже по мере... Не, ну вы... Вот сейчас я и буду. Я за то, да. Я за то, чтобы быть с человеком близко родственной души, чтобы быть. Значит, юридически после его или вашей кончины дети будут стоять в очереди. Не, а что... Нет, вы, наверное, будете жить вечно. Ну, кто знает. Все Джульетта и Джульетту. Уж который год Джульетта. Бессменная Джульетта. С чем точно не будете мириться? Я с хамством. Я не терплю, когда мужчина вообще ругается при мне. Мужчина, ну, как-то вот опять заниматься обязательно. Я уже говорила, что он должен быть креативен в своей жизни. Чем заниматься? Спортом? Активный образ жизни. У вас там служебная работа. С детства, как был, для меня приоритетным. Так он и остается. Вы утром ушли на занятия с своими детьми. Ну, я имею в виду учениками. Пришли вечером. Вот он утром встал, жены нет. Он должен сам пойти себе кашу сварить. Потом пойти в спортзал позаниматься. Потом пойти, наверное, еще поработать. Ну, потому что как минимум надо это все содержать и так далее. А потом радостно вечером встречать вас, беседовать с вами о прекрасном. Спросить, как вы устали. Обсудить ваших учеников. И вместе радостно лечь спать. И утром проснуться. И все сначала. Тогда вы... Да, утром слезнуть. А почему? Росинки с цветов, которые будут стоять на утрене. А еще хорошо, чтобы он с утра вам еще кофе в постели, ромничку и так далее. Ну, а почему женщина должна так... Он тоже должен быть заинтересован своей работой. Он себе не... Сложите, а по хозяйству вы что-нибудь умеете? Конечно. Я вырастила троих детей. Причем в те сложные времена. А я... То есть, это не выше вас. Приготовить, убрать... Ну, конечно. Это все равно будет на вас, на женщине. Я люблю чистоту в доме, и я доверяю себе. Как бы мне нужно, чтобы каждый уголочек был чистый. Но это, во-первых... То есть, вы все про эту вот женскую сторону, все про это. А если вы скажете, все, сиди дома, ничем нечем? Ну, как сиди дома, зачем? Ну, как очень просто. Вы будете вместе сиденье. Она такой хороший, прочный земной знак. А когда у вас день рождения? 11 мая. Да. Хороший, прочный земной знак, много земли. Вы человек упорный, очень сильный, хозяйственный, замечающий мелочи, все подмечающий. У вас прекрасная избирательная память, и так будет всю жизнь. Вот. Поэтому, действительно, и хозяйство можете держать, и содержать себя, и другого человека. Вы не любите нечистоплотности. Кроме всего, вы обязательно должны сказать это мужчинам, что вас будет раздражать, если он там сморкается. Или вот эти все мелочи будут раздражать. Зубная щетка, незакрытый тюбик, понимаете, носки, еще что-то. Это очень важно для вас. Но Венера, воздушная Венера, конечно, она с Юпитером, безусловно. Поэтому танец, поэтому любовь мужчин. Всегда и молодые люди в возрасте к вам тянутся. То есть, абсолютно все возрасты покорны вашим увлечениям. Ну да. Роза, ну, чтобы смягчить твое настроение, я тебе хочу сказать, ты тоже относишься к тем женщинам, которые имеют право. А я не собираюсь замуж, я сумасшедшая, что ли. Ну, еще год назад ты была сумасшедшей. Не, ну вот я... Спасибо нашей программе. Я просто одумала. Женщине как раз есть чем заняться, а не про кубики думать. Он внуки, дети, хобби. Вы знаете, у нас девушка была молодая, она рассталась со своей мальчиком, молоденькой девушкой, когда пукнул. А дети не просто пукнуть, пукать будет, он еще храпеть будет, еще не пойми, что с ним будет. А что вы хотели? Старость. Она некрасива, неприглядна. Ну, наверное, у меня есть право выбора. И я не хочу свой эстетический, как говорится, эстетическое отношение к своей жизни менять за счет вот этой вот банальности. Ну, тогда желает Джульетти. Да не буду я ничего желать. Ей наоборот надо. Ты же работа, тогда сегодняшняя зарплата, я вычту. Нет, не надо. Почему считать, что сваха это лапка чудес или вообще почта? Ребята, сваха это женщина, которая помогает, но где-то родным, девочки мои. Но вы включите, я не знаю даже, что включите. Вы же не собираетесь рожать. Я не собираюсь рожать. Я считаю, что это достойно любая женщина. Мне кажется, действительно, вот счастье и в любом возрасте, возраст и покорный. Ну, вот поэтому я не буду в этом абсурде участвовать. То есть ты сегодня не работаешь. Поспи тогда, Рус. Нет, я буду... Да, вот я очень посплю. Я буду на женихов смотреть. Может, кому помалого уже приближу. Без обид, совершенно без обид. Да, я не обижаюсь, потому что так как будет. Я абсолютно уверена, что вы сегодня уйдете отсюда не одна. Да, я думаю, что у вас прекрасный период начинается, в отличие от прошлой зимы. Проходите и знакомьтесь с первым женихом. Пожалуйста. Здравствуйте, мадам. Я думаю, что вы очень красивы для меня. Спасибо. Вот это три птички, это птицы счастья завтрашнего дня. Смотрите, чтобы ваша кошка на них не охотилась. Спасибо. Виктор, 67 лет, инженер по наладке телевизионного оборудования, обожает театр и фотографии. Утверждает, что балет его страсть, а балерина мечта. Гордится своим знакомством с Мирой Матье, признается, что в юности был влюблен в Елену Проклову. Виктор мечтал жениться на блондинке Адетти, но волею судьбы стал мужем брюнетки Адилии. Надеется, что Джульетта разглядит в нем своего Ромео. А вот это из моего собственного огорода, пардон, сада. Какой вы молодец, какой вы молодец. Человека, который проживает на юге, в Краснодарском крае, вряд ли можно удивить грецкими орехами. Я знаю, что вы были влюблены в молодость в Леночку Проклова, расскажите. Ну, это даже не молодость, это еще чуть ли не детство, 18 лет, ну какая молодость. И вы влюбились в ее экранный образ, я так понимаю? Да, там как раз вот звонят, откройте двери, она же там шестиклассница и влюблена в своего пионер-вожатого, который в 10 классе, где-то лет как раз 18. Ну, вот как-то так. Они пытались ее найти, все-таки вы москвич, работал на телевидении. Ну, какие проблемы? На самолет, приехал на Мосфильм, пытался ее найти, там начал, попал на съемки там до выстрела, то Хуцеева там, Юльский тоже снимался в то время. Вот пока наконец Табаков не подсказал мне, что ты не там ищешь, а на Ленфильме в Снежной Королеве снимается. Ну, вы уже туда не полетели. Ну, зачем же? Ну, можно одну глупость сделать, но нельзя же повторяться все время. Ну, может быть, последовательным своей глупости, глядишь, закончилось бы все каким-то романом. Ну, да, типа, здравствуйте, грабли, это снова я. Ой, господи, я уже волнуюсь, доча. Не надо. Вы прожили жизнь буйную, я читала вашу историю, но в голове у меня абсолютный сумбур, я сложить все это не могу. Может быть, немножко преувеличивать? Сколько вы раз были женаты? Два. Сколько детей? Сколько детей у вас? Правда. Были счастливы? Одна девочка или две. Я не знаю. Я оценила шутку. А? Я шутку оценила. Нет, может, там на полном серьезе, он не уверен, что вторая девочка его. Первая. А, первая. Не уверена, да? Просто, понимаете, когда я перечитываю письма своей первой, где она мне расписывает, какая будет наша девочка, я просто не могу с этими письмами расстаться. То есть, я мог бы ей подарить. Ну, а что, можно было, чтобы не сомневаться? Оказалось, что не такая девочка родилась? Да, девочка прекрасная. Вы общаетесь с ней? Ну, когда я пытаюсь позвонить, она бросает труп. По-моему, поскучнела как-то. Да, глаза у нее совсем не зажглись. А у вас вот так это и осталось, да, волочиться за артистками? Вот она такая красотка. Да я даже не знаю, чем это объяснить. А это кто вообще? Может, у меня судьба такая. Это Танечка, моя первая любовь. Но не жена? Ну, она... А это? А это моя последняя, так сказать. Крайняя, да? Вот она, на нее как две капли воды похожа. Портрет лица Фигуручева. А это? Дочка? Нет, это моя первая супруга, которую я два раза вводил в ЗАГС, но ни разу не расписались. Почему? Ну, ее папа был категорически против. А почему, как считаете? У вас была солидная профессия для тех времен. Инженер, стабильная зарплата. Ну, я не знаю, но... Наверное, у тех людей, которые занимают более высокую ступень на... Ну, вы тоже почему-то любили дочерей высокопоставленных. Вот что-то простых вы никак не выбирали. Так это же потом оказалось, что она высокопоставленная. Ну, у вас нюх на них просто. Не, ну вот я вижу девушку, да. У него нюх на артистах. Вот она по улице идет, девушка. И вот я посмотрел, вот я на ней женюсь. А у вас, вы сейчас пенсию больше 100 тысяч получаете? Если бы я был чиновником средней руки, то, наверное, у меня было бы больше 400 тысяч. Нет, нет, у нас невеста нижний рассматривает. Я сейчас выйду, скажу, у меня... Ну, у меня пенсия 30 и 20 заработок. Вы согласны быть, мы же, на 50 тысяч? Ну, наверное, нет. Вот и все. А это что за фотографии? Кто их твой? А, это моя супруга обнимается с каким-то конюхом. А почему порвана она у вас? Ну, порвала она ее, а я потом собрал. Как вещественное доказательство? Ну, да. То есть вы ее улечили в неверности и расстались из-за этого? Собственно говоря, улечать-то что? Она с самого начала была запрограммирована. Ее, собственно, родители выдавали замуж как бы против ее воли. С таким напутствием, что ты вот поживи с ним лет пять. А за это время найдешь себя получше. А зачем лет пять пожить? У вас квартира, потому что в жарких странах, а теща предполагала отдыхать и поправить здоровье. Совершенно верно. Да, да, да. То есть у тещи, вот, за ней можно ходить и записывать ее афоризмы. Вот, например, ее изречение. Жизнь человеку дается только один раз, и прожить ее нужно на курортах. Ну, хорошее изречение. Наш Геннадий Васильевич Благодарный – это человек гораздо более широкого диапазона в своих, так сказать, интеллектуальных, спортивных апостасях. И мне кажется, что это нам не конкурент. А жену куда приведете все-таки? А я думаю, что все надо начинать с чистого листа. То есть всю недвижимость себе продать. И где купить? И вот помните, как у Булгакова есть такая фраза «все к черту и в Кисловодск». Вот я думаю, а может быть, все к черту и в Севастополь. Очень хорошо. А вы поедете в Севастополь? Нет, я не поеду в Севастополь. Почему не поеду? Потому что это сразу не решается. Это процесс долгий. Тамара, скажи, пожалуйста, о Викторе что-нибудь. Луна в Козероге. Человек довольно скрытый, сдержанный. Многие вещи держите в себе. Правильно? И не привыкли разбрасываться эмоциями. Планируйте свою жизнь на века. Я бы сказала, вот вам свойственно... Вот, предположим, понравилась вам Джульетта, да? Вы зайдете один раз, она отказала, вы снова зайдете. Ну, это неплохо. Тамара, это неплохо. А вот по звездам видно, вообще-то, он в нищете умрет? Или все-таки, ну, как-то по завещанию хорошо будет у нее? А там вот не видно по звездам случайно? Я думаю, что у него прошел тяжелый довольно год. В общем-то, особенно это был период зимы. Вот. Он был непростой. Зима и весна. Но вы все равно в этом не признаетесь, я понимаю вас. Но дело в том, что сейчас период будет более позитивный. В том смысле, что, ну, вспыхнет какое-то желание жить. Ты жених с приданным. Да, есть. Да, есть. Есть, и не маленькая. У вас есть три бонуса. Семейная тайна или традиция, скелет в шкафу и свидание. Можно свидание наедине. Я предлагаю скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Ну, давайте, девочки хотят скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Давайте посмотрим. Давайте узнаем, что там за скелет. Судебная повестка. Что это такое? А это кто? Ну, Рыжая. Из-за нее повестка? Ну, она просто написала заявление, чтобы меня привлекли к ответственности за то, что я вот не выполнен на обещание жениться. Ой, а на меня тоже такие же пишут. Ну, слава богу. Что я не того мужа дала. Ну, вначале не одни. Виктор, а сюрприз какой-нибудь приготовили для невесты? Покажешь? Покажешь, что-нибудь? Ой, это здорово. Спасибо. У меня личное мнение, что, наверное, он не та кандидатура, которая нужна этой женщине. Птица счастья завтрашнего дня. Сколько звезд нам в небе серебра. Завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Петра, гитара, звенит. Продежное сердце, любовь сохрани. А птица удачи опять вылетит. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Проходите в комнату свою. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Яна, мне было приятно, что вы очень внимательно смотрели на жениха и буквально ловили каждое слово. Поэтому и Тамарочка, и Яночка жду от вас. Одно дело, когда мы смотрим и изучаем мужчину. Другое дело, что мужчина не смотрит на невесту. Что очень странно. Стеснялся. Мне показалось, что он немного ветреный. То, что ему нравятся красивые женщины, это понятно. Кому они не нравятся. Но за ней нужно так же и любить. Ну, когда ты любишь, нужно еще и ухаживать за этой красотой. 70 лет уже не любят. Почему вы так думаете? Ну, потому что это... 67, уже 70. Почему так? Люди в разном любви. И любовь у нас разная. У них страсти, мордасти. Виктор бывает очень сильное у людей. Они до конца жизни любят. Вот мой бабушка, мою дедушку, любил до конца жизни. Это кто, бабушка рассказывала? Я маленькая была, я знаю. У меня отец любил мою маму очень сильно. И мой папа тоже маму. Ой, да любить себя на здоровье. Я просто наоборот говорю, Виктор, прям самое оно то, что надо. Мои шансы равны нулю. Это однозначно. Вам понравился, Женя? Мне? Да. Нет? Нет. Почему? Ну, я немножечко по-другому представляю человека, который должен быть рядом со мной. И он не соответствует по каким параметрам? Ну, в общем-то, не по каким. Ну, как это? Подождите. Нет, ну, не уговаривай. Человек сказал, что я хочу, не люблю, не подходит. Поэтому теперь твое мнение. Я считаю, что Виктор подходит. И подходит он по всем параметрам. Что вам не нравится? Диапазон от 40 до 60. Ну, в 67 он в хорошем этом. Рост у него от 170 выше. Ухоженный, эрудированный, по-французски говорит. Интересный. Со вкусом? Он со вкусом одевается. Скажите, что не со вкусом. Что вам не так? Вы знаете, вы все время зацикливаетесь материально. Меня не интересует. Я самодостаточный человек. Ну, вы не хотите пенсионера с пенсией 10 тысяч почему-то. Я вообще пенсионера не хочу на самом деле. Пенсионера не хотите? А вы сама пенсионерка. Я, у меня очень активная работа. Это, во-первых. Во-вторых, я в душе абсолютно другой человек. Так он тоже в душе молодой. Ну, вы меня сейчас уговариваете, но это не тот человек, который должен быть. Я уже сам начальник сказала, вообще стыдно приходить и думать про 61 год, про замужество. Нужно уже думать о смерти, завещание писать. Ты сама себя слышишь? Да, я слышу. Мне кажется, нам тогда надо всем просто этим заняться. Тогда вы же не замуж выходите. Тогда выходите замуж, а вы начинаете в женихах копаться, как молодая. Это у него не так, то у него не так. Скажи, что зубы у него теперь еще не все к стоматологу надо. Ну, это мое право. Ну, зубы дело наживное. Тамарочка. Я хотела сказать, что, конечно, душевно-духовное взаимопонимание у вас есть. Но страсть не закипит, потому что это оппозиция планет, которые отвечают за физический, вот буквально животный конкурс. Тамара, про какую страсть извините? Даже я уже сейчас как-то начинаю нервничать. Хорошо, я просто скажу. Джульетте нужна страсть. Она человек Венеры. Понимаешь? А Венера обновляется каждые 8 лет. Помнишь миф про Венеру? Она постоянно девственна. То есть она рожает ребенка, она спит с мужчиной или с Богом, и она становится снова девственной. Помнишь? То есть 61 можно оставить. А почему нет? В том-то и прелесть, понимаешь, организма. Ну как раз это про меня. Представляешь? Обновлюсь. Проходите, знакомьтесь с женихом. АПЛОДИСМЕНТЫ Джульетта, я пришел похитить ваше сердце. Спасибо. Спасибо. Проходите. Геннадий. 64 года. Солист театра, оперы и балета. Обожает музыку и хорошие компании. Мечтает побывать на Карибах с любимой женщиной. Гордится своей мамой. Предупреждает, что категорически не потерпит животных в доме. Красивые женщины всегда провоцировали Геннадия на подвиги. Но ни одна из его жен не смогла оценить их по достоинству. Надеется, что Джульетта его поймет. Здравствуйте. Ну если вы расскажете нам о своих подвигах, мы вас постараемся понять. Ой, господи. Ну подвиги, какие подвиги? Жизнь большая, творческая. У артиста всегда много приключений, много знакомств. Но с первой своей женой вы влюбились с седьмого класса. Да. Да, вообще это первая любовь. Но причиной нашего расставания явился театр. Потому что, ну, поклонницы... Она тоже была артисткой? Да, она и по сей день так же, как и я, в театре. Работаем только в разных городах. Это человек искусства, получается. То есть у них должно быть много общего. Ревновало вас? Да. Ну и я ее, конечно, но меня больше. А поводы были? Было к чему и к кому ревновать? Да. То есть вы слабы были на это дело, понятное дело. А что, красивый? 16 лет прожили. Да. Дети? И вот от первого брака первая дочка. Да, Анжелочка. Но вы не артистка, я так понимаю. Ну, начинали, но потом бросили. А вы внучка? А это танцующая артистка. А можно еще маленького внука, чтобы показали? Здесь присутствует. Денис. Кто же пришел за дедушкой? Ой, вы видите, как хорошо. Да? Династия. Жизнь с семьей, поддержка. Хороший знак, между прочим. Да, Анжелета, конечно, очень. Как все по вашим глазам сразу считывается. Все про вас понятно. Жена, конечно, знала про ваше похождение. Ну, да. А еще браки были у вас? Дети не родились? Как? Тоже родились? Да, Максимка еще родился потом еще. А это не балерина, Олечка? Я уехав, я познакомился с балериной, с классичкой. Ну, Жилета меня понимает. Вот. И вот я, ну, влюбился, хотя у нее был мальчик по имени Стасик. Влюбился в нее, хотя у нее был мальчик. Вот это вот, хотя у нее был мальчик. А при чем тут мальчик? Я потом, когда мы сошлись и официально зарегистрировали наш брак, я его усыновил. Стасикой было два годика всего лишь. Сколько прожили? Шестнадцать. У вас родилась дочка? Да, Машенька. И у с нее были какие-то проблемы, да, по здоровью, я знаю? Да. Дело в том, что, ну, вот, Жилета, как-то многие меня поймут, когда женщина в положении, то как бы ей нужно спокойствие, нормальная жизнь. А у меня Оленька танцевала до 7 месяцев, танцевала лебединая, танцевала мертвую Жизелью. А как можно животом? Ну, там утягивали, но животик не очень большой был, но до 7 месяцев. И когда родилась Машенька с двухсторонней дисплазией. Это что? Ну, это в тазобедренном участке косточки выходили из вот этой чашечки, то есть она не могла ногами шевелить. Ну, понятно, перетягивались. Да, и два годика она была вот в этих шинах. А сейчас? Тут, все окей. Слава себе, Господи. Ну, нельзя на лыжах на коньках кататься. Да ладно, сейчас на лыжах на коньках. Вы ей изменяли, Оленьке, балерине. Иногда. Она об этом знала? Догадывалась. Понимаете, вы задаете такой вопрос, Лариса, мы же с вами коллеги, театр вообще-то очень скользкий. Задавайте мне вопросы, я тоже, ну, а что? Ну, вы у нас в гостях были, я в Сыктывкаре, вы же были у нас? Конечно. И сидели в моей гримерке. А я вам оставила что-нибудь? Нет, ничего не оставила. А я обычно оставляю. Нет, а я обычно всегда оставляю в гримерном столике для своих коллег. Там такие очень внимательные у нас уборщицы, что все убирают, что лишнее. Так, значит, все духи, косметику, которые я во всех городах, куда я езжу на гастроли, шарфики. Нет, серьезно, какую-то бижутерию оставляю и пишу там спасибо за то, что разрешили. Или там какое-то красивое там что-то. Нет, вы мне серьезно скажите. Ну да. Вот в вашем гримерном столике? Я, да, ничего. А там что, уборщицы проверяют все это? Ну, когда гости бывают. А-а-а, как нехорошо. Фу. Я думаю, что здесь встретились, выражаясь языком розы, встретились две птички, которые друг друга стоят. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов в любое время по телефону 0736. Пока реклама. А вы пенсионер? Я. Ну, работающий. Работающий. То есть пенсия плюс гонора? Доход больше 100 тысяч, да? Нет, меньше 100 тысяч. А вот вы, кстати, откуда взяли, что это, что больше 100 тысяч? Ну, просто вы все время говорите о пенсионерах, а я как бы нет, не говорю о них все время. Ну, хорошо, а мужчина в 60 лет, ну, 59 лет... А у меня там написано, что конкретный возраст 60. А какой возраст? Нет, ну, простите, но есть люди, которые занимаются любимым делом, нормально зарабатывают, потому что они... Вы сейчас, я про мужчину вас спрашиваю, от 45 до 60, правильно? Вот, ну, 59 лет, мужчина 100 тысяч. Ну, Джульетта имеет в виду молодых мужчин, у которых свое дело, и которые пенсию себе, вот, девочки, качают головой. Я понимаю, мы с тобой говорили об этом. Не страшно молодых, но есть люди, которые в возрасте имеют свое дело, и которые сами себе назначают пенсию, и они богатые, и у них уже все есть. И для них возраст не страшен. А поскольку они богаты, они хорошо едят, занимаются спортом, с собой, они красиво, Роза, одеваются очень сильно. Говорят, ой, вот мне вот такой женщине. Я говорю, теперь давайте провозу. Только лет 24. Да, да. Геннадий, может, вам женщину попроще? Понимаете? Ну, не хочет попроще. Скажите, у меня другой вот вопрос. Что значит попроще? Понятно, что вы развелись? Что значит попроще? Ну, я имею в виду простая женщина. Костюмерша. Костюмерша, например, да. А что, она будет следить за вашим здоровьем? Смотри, как рассмеялся Геннадий. За вашим здоровьем будет следить. Смотри, какой истерический смех, Роза. Просто тебя обманут. Это вообще не про меня, не для меня. А попроще ему неинтересно. Это понятно. Помоложе ему надо. У вас был еще роман, который продлился 6 лет с очень юной барышней. Да, да. Актриса? А? Актриса? Нет. Или поклонницы? Поклонницы, перешедшие в, так скажем, благоверную. Ну, хорошо. Мне как-то видится ваш союз. Вы такая изысканная, ну, просто очень требовательная. Вы абсолютно не просто в здравом уме и в твердой памяти. Вы работающий, вы прекрасный, вы живой, вы реагирующий, вы в такой форме, совершенно чудной. И я понимаю, что вам возрастных ролей, и все они будут ваши. Я, например, ничего не вижу против. У вас есть два бонуса. Семейная тайна и свидание наедине. Ну, наверное, семейная тайна. Давайте минуту наедине. Я думаю, у меня есть о чем делать. Давайте будем все делать так, как хочет внучка. Я предложила бы вам пойти и пообщаться. В течение минуты. Пожалуйста, да. Вы меня спросить ни о чем не хотите? Я хочу спросить, в каком театре я как-то, наверное, прослушала вы кем работаете? Республика Гоми. Да. Город Сыктывкар. Понятно. И вот там я работаю ведущим солистом театра уже 32 года. Потом вот сейчас мы имеем возможность и балетная труппа выезжает. В Англии мы уже в течение четырех лет выезжаем. Потом оперная труппа. Так, вы в театре, в оперном или вы в колодец? Нет, в оперном театре он имеет по жанру и оперы, и балеты. Нет, это понятно. А вы, то есть вы артист? Я. Все, понятно. Да, я певец, танцующий, играющий, все. Почему вы все время я говорите, у вас какого-то... А я очень часто бываю в Германии. Понятно. И у меня есть такая привычка. Может быть, нехорошая. Нет, ну... Вместо «да» я. Просто у меня родни много в Латвии, они тоже так же говорят. А, вот так же, да? Поэтому я так, да, думаю... То есть у вас так много везде всего понемножку? Ну, я латышка, вообще-то, да. Геннадий. Да? Я с нетерпением жду сюрприза, который вы приготовили. Проходите на сцену. Оживилась же. Оживилась, улыбается. Как будто разбудила ее. Дождинка малая на землю капнула. А мы не встретились, что было канула, Что было, не было. Он произвел умопомрачительное впечатление. Как говорят, в таких случаях, «Формидаблемент, Это невозможно.» Живаю вам Всегдашней радости в судьбе. Живаю вам всего того, Что вы живаете себе. Живаю вам Одних счастливых дней в году. Прошу меня не узнавать, Когда во сне я к вам приду. Живаю вам Браво! Браво! Спасибо, девочки! Как вам повезло с отцом и дедом. Достойнейший человек. Человечище просто. Берегите его. Прошу вас. Душевная близость у них может быть. Жульетта, ну если вам женихи, ваши ровесники не нужны, то добро пожаловать на сайт Двоеточка ТВ. Студента вы там точно найдете. Что вы скажете? Я думаю, нам, маме, не нужны никакие студенты. Это прекрасный мужчина. Он безумно душевный И интересный мужчина. Я думаю, который тебе очень и подойдет. Яна. Он интересный мужчина. У него потрясающе красивые глаза. Он смотрел, Он любовался. И он искренне говорил, Что у него было в прошлом. Нет, ну молодцы. Как они разглядели. Пап. Что вы увидели? Вы повеселели. Ну, ладно. Мне понравилось, что он пришел с семейством И как бы спопала и внучка, и дочка. Ну нет, семья просто безумительная. Да, это понравилось. И мне показалось, что он такой жизнерадостный, Оптимистичный. Видите рядом с ним себя? Ну, в общем-то, можно сказать, что да. Но мне понравился его голос очень. У моего отца был такой голос. Он прекрасно пел. Но что? Но, вы сказали, но. Какое но? Что вам может помешать? Сыктывкар, это как-то очень далеко. А какой город бы не вызвал у вас вот такую вот Снисходительную усмешечку? Москва. Скажи, пожалуйста, за семь лет Был хотя бы один такой случай, Что москвич-мужчина Женился на приезжей женщине. Ну, вот такой возрастной категории. Нет. Это вообще из области фантастики просто. Да, я тоже не припомню. Не разбежались. Правда. Ну, это, Джульетта, ну, это правда так. Может быть, я-то как раз так. Вы знаете, москвичи очень ревностные И очень держатся за свои квадратные методы. Под Москву у меня вот друг. Как раз он ровесник Геннадию. Что-то? Нет. Они сами как-то хотят. Мало того, а молодые мужчины, Особенно если артистка, да еще и известная, Да еще и деньги зарабатывает, Конечно, они будут в Юнаме виться, Но только для того, чтобы продвинули, помогли, Квартиру купили, машину денег дали, Познакомились с нужными людьми. Когда я с ней здесь вот наедине посидел, пообщался, Я понял, что она загадка, Но не простая загадка. Она загадка с оппозицией. В первую очередь одинаковый менталитет. Практически чуть ли не в одном градусе Меркурии. Поэтому я думаю, что совпадение по взглядам Должно быть очень мощное. Для вас, например, этот человек принес бы полное обновление жизни. То, чего вы даже не ждете. Понимаете, да? Вот какая-то перемена жизни конкретная, Когда вы на себя можете посмотреть другими глазами. Но главное, Здесь есть физическая совместимость. И причем такая удивительная, Что вы могли бы себя вдвоем почувствовать снова юными. Как здорово! Но у нас еще есть жених. Проходите, знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, Джульетта! Здравствуйте! Это вам немного красоты природок, вдобавок к вашей красоте. Сознаю, что она мало что добавит, тем не менее. Спасибо. Геннадий, 60 лет. Журналист, заместитель главного редактора в автомобильном издании. Увлекается философией, историей и подводной стрельбой. Гордится тем, что баллотировался в президенты Приднестровской Молдавской Республики. Геннадий никогда не был верен своей супруге, но, узнав о ее измене, понял, что не сможет простить предательство. Уверен, что с Джульеттой он станет самым счастливым. Здравствуйте. Здравствуйте. Геннадий, а вы же не изменяли? Ну, уже было сказано, что имело место быть такое событие. Почему? Достаточно банальная ситуация, когда испытания бытом подвергают первоначальное чувство. То есть она позволяла себе в люди выходить красавицы, а дома засаленный халат. Он производит впечатление серьезного соперника, вот тому, который, типа, главный балетмейстер. Вас не смущает, что невеста старше вас? Ну, судя по внешнему виду, это не скажешь. Потому что я знаю, что мужчины, в общем-то, не очень это любят. А вы в хорошей форме? А то вот, Джульетте, ну, чтобы мужчина был в хорошей форме. Ну, ты же видишь, посмотри, потрясающе. Нет, я-то вижу, но, может быть, Джульетте нужны подтверждения. Ну, можно сказать, что два года назад мне приглашали принять участие в чемпионате Европы по спортивной подводной стрельбе. А в прошлом году – оригинальное соревнование. Ну, международное, но оригинальное. Браво, просто. К искусству, культуре, в частности, общности никакой нет. Он далек от этого. Вы живете на Кубани. Краснодарский край. Черное море. Это была колыбель отечественного подводного спорта и подводного плавания. Мне просто вот, я на вас смотрю, вы балерина, да? А мне хочется раздеть вас и одеть на вас подводные снаряжения. И погрузить вас под воду. Вы русалка. Черное море мечтает вас увидеть. Это может дать новые эмоции в жизни. Да. Спасибо вам огромное, Валентин. У вас остался один бонус «Семейная тайна». Хотите ее узнать? Да, конечно, интересно. Геннадий. Ну, я имею, как считаю, достаточно много оснований считать, что моим каким-то родственником и не столь далеким является Михаил Сергеевич Горбачев. Основываясь это на том, что когда я у своей бабушки в свое время изучал свою родословную, там среди украинских фамилий по матери я украинец. Пинчук, Снежко, Деревянка и так далее, обнаружилась фамилия Горбач. А сейчас ваша фамилия другая? Благодарный. У него очень красивая фамилия. Благодарный. Геннадий Васильевич Благодарный. Какая красивая. А сюрприз какой-то приготовили для невесты? Да, приготовил сюрприз. Пожалуйста, дайте посмотрим. Я приглашаю джилету пройти сюда. Вот как я уже говорил, практически с детства я знаком с морем, и поэтому я предлагаю немножко себя ощутить в этой ипостаси. Можно я не буду это одевать? Это не мое. Вот капризулька. А дайте я одену. Пожалуйста. Там лебедь рвется в облака, здесь щука тянет в воду. Давай ласты сначала. Дай ласты сначала. Маску потом ласты. Нет, сначала. Маску послед... Ласты последнюю очередь одевают. Почему? Ну, потому что у них тяжело ходить. А я же ходить-то не буду. Аквалант. Аквалант. Да не бойся, я тяжелый ношу. Давай. Ларис, хочешь кислородиться? Ура! Ну, если бы не роза, сюрприз бы вообще... Провалился бы. Нулевый. Да. Спасибо вам, друзья мои. Теперь проходите в свою комнату, а мы вас отсудим с невестой. Я была с первой минуты на вашей стороне вот программы. У вас такое недовольное, безрадостное лицо. Три мужчины перед вами, но уже только не стояли на голове. Ну, почему он не подвялся? Ну, нет, нет, ничего. Вам не нравился сюрприз. Как-то вы так, вы не пошли его навстречу. Ну, мне кажется, это неправильно, как-то это очень жестоко. Не будет 45-летних, либо альфонсы, которые будут жить за ваш счет. 45-летние будут у ваших дочек. У вас нет. Мне кажется, это неправильно, девчонки. Вот, понимаете? Вот неправильно. Мне даже кто-то обидно за них, за всех. Мужчина достоин и внимания, и времени. Даже, по крайней мере, хотя бы просто чисто по-человечески сказать. Да, буду, буду рядом, буду ходить на рыбалку, прыгну с вами с аквалангом. Не важно, что вы не прыгнете туда, а может, он вас и не потащит туда. Все это вторично. Главное, это чтобы была бы искра проскочила, чтобы было обоюдное влечение. Скажи мне, пожалуйста, ты прекрасный, по-моему, мужчина, нет, Геннадий? Интересный, да. Что очень важно вот в ваших картах, конкретно у вас и у него, так же, как с другим Геннадием, Геннадий раз, Геннадий два, у вас очень хорошая физическая совместимость. Вот так. Поэтому, ну... Поэтому будем выбирать. Тамарочка. Я посоветовала бы маме Геннадия, который великолепно поет, с которым будет безумно интересно и душевно по вечерам поговорить. Это мы! Пап, это ты! Очень подходит вам и первый, и второй Геннадий. Первый Геннадий – это понятный человек из вашего круга, из вашей сферы искусства. Второй Геннадий – это новая жизнь, новое дыхание, менталитет другой. Поэтому, конечно, выбор за войной. Вы человек взрослый, знаете, к кому пойдете, но слушайте все-таки свое сердце, оно вас не обманет. Мы вас поддержим в любом случае. Проходите. Плакать не надо. Папа тоже счастья хочет, понимаешь? И он никогда не выберет женщину, которая сможет сделать больно тебе. Не трогай ее, пожалуйста. Я предлагаю всем выйти и поддержать Джульетту. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Мне очень рад. Понравилось общаться с вами. Как дальше будет, мы посмотрим. Посмотрим. Время покажет. Да. У нас есть пара – Джульетта и Геннадий. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, позвонимся. Удачи. Рада за вас. Редактор субтитров А.Семкин thoughts? Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...